Господа, проводим дальнейшие мероприятия, вы задаете уже вопрос Владимиру Владимировичу. Кто за это отвечать будет? И сейчас, ну второй вопрос, значит, после этого, когда вопрос закончится, выступление. Я на самом деле коротко, Владимир, то есть, вот судя по вашей методике, то, что мы сделали, благодаря, ну параллельно мы запустили процесс, что люди пошли на публичный слушай, не выразили свое мнение, параллельно мы начали требовать документы, предоставление оригиналов документов от Росархива и от БТИ. Значит, Росархив нам отказал, но мы, зайдя через депутатов Мосгордумы, через запрос депутатов Мосгордумы в БТИ, получили в итоге техпаспорт на домовладение, техпаспорт на строение и план заменующий. А за какой год? Значит, за год, 85-й, вначале они говорили, что мы такого не даем, но по запросу депутатов они это были. Ну, рублевка. Ну, да. А хорошо, да, да. И дальше, соответственно, вот вопрос. Они дали план земельного участка, то есть, я могу показать его. Ну, неважно, в принципе, она. Да, он не содержит никакой легенды на нем, и там не написано вообще, что это такое. То есть, это просто вот план, как бы... Не важно. И там написано, что 85-й год, что это... Хорошо, возьмите вопрос. Вопрос в том, каким образом, во-первых, запросить нужные документы, то есть, нам сказали, что они есть, план всего района застройки в Росархиве. И второй момент, что дальше с этими документами, которые у нас есть, делать, то есть, идти ли с ними вот к этим разработчикам проекта, которые указаны проектом. Вот, хороший вопрос, публичное слушание, да, прибегают туда люди и говорят, ну, значит, их общая беда такова, что они не знают аутентичные границы их землепользования, в отличие от вас, кстати говоря, да, вот. Но, тем не менее, они по факту там привыкли всегда, допустим, какой-то автостояночкой пользоваться, да, или знали, что вот этот кусочек земли с индейской площадкой, да, вроде бы из их дома там детишки резвились, да, а потом вдруг выяснилось, что она как-то выведена из состава земельного участка их дома. И они говорят, ой, а вот дайте нам тут немножечко и все такое прочее. И им говорят, да, да, хорошо, дадим. Вот, они даже пишут свои замечания письменные и все такое прочее. Но что дальше происходит? Эти материалы уходят, значит, на предмет корректировки к исполнителям в эти архитектурно-проектные мастерские. Вот совсем недавно, просто нужно читать, есть хорошая группа в фейсбуке, особенности московского межевания. Вот я там написал, зашел я вне эпидемии плана, после того, как у нас были проведены публичные слушания по ауктуализации планов межевания моего квартала, где там все это было оттяпано, да, вот. Пришел и говорю, ну и скажите, я тоже, кстати говоря, совсем недавно задал случайно наивную вопрос, а когда у нас будут повторные слушания, это когда вот, ну, вы что-то откорректировали. Знаете, что вы мне сказали? Ну, я бы тут жестом показал, ну, будто дипломатично изолгать. А ничего не предусмотрено. А, ну, значит, мы делим срок в течение нормативной 60 дней, да? Вот, значит, смотрим вот на эти замечания, подправляем и автоматом переправляем в заказчику, в департамент городского имущества для выпуска распоряжения, в утверждении проекта разработки межевания. Точечка. Все. Дальше я говорю, слушайте, а тем не менее, там выяснилась такая вещь. Я когда в 2008 году вернул своему дому украденную землю в ходе незаконного перемеживания в 2003 году, а когда у нас, вот, значит, в ноябре прошлого года было, были эти слушатели по актуализации, вдруг обнаружил, что у моего дома украли землю, но уже с другой стороны. Причем, самое там интересное, тоже вот по поводу менталитета наших жителей, которым я там что-то говорил, и все такое прочее. А их, а они тупые, не понимают и не хотят интересоваться. И больше, что их придают и продают. Все там на уровне управы. И больше, что у нас есть, вроде бы, казалось, прекрасный такой инструмент, как ассоциация председателей ЖСК и ТСЖ. Но продажные приспособленцы. Вот, Владимир, дальше, какой результат? Вот, пока вы ответили, не будет повторно, что дальше делать? Не будет дальше, что делать? Значит, я вам говорю, что ровно так, как они вам намежевали, так они вам утвердят. Ничего вы не добились. Вы просто дали свои, значит, это, рекомендации, рекомендации, пары выпустили и все прочее. Больше того, значит, я им говорю, так, а вы будете учитывать вот эти вот замечания? Они говорят, нет ничего подобного. Почему? А мы ничего не нарушаем. Значит, машут мне вот этой таблицей, которую они стали вот года два назад прикладывать к материалам проектов разработки межевания. Это вот та самая таблица, где содержатся вот эти вот показатели удельной доли, там, или коэффициенты, применяемые при определении размеров площади нормативной, да, начиная с 1872 года. В чем ценность этой таблицы? Там только одна ценность, что она показывает в хронологическом порядке все нормативные акты, которые этот вопрос регулировали. Но вдруг выясняется, что те вилочки, которые там вдруг откуда-то появились, они были недавно разработаны не эпигенплана и никем не утверждены. То есть понимаете, какая штука? Сами себе пишут нормативы какие-то, сами межуют и говорят, а мы ничего не нарушаем. И поэтому оснований для корректировки, вот, на основании, извиняюсь, ваших же замечаний, они отсутствуют. Значит, ничего вам исправлено не будет. Публичных повторных слушаний у вас не будет. Когда вы туда даже прорветесь в какую-нибудь там вторую мастерскую, там, я не знаю, кто у вас конкретно, разработчик, потому что сейчас разработчиками стали привлекать мордов какой-то там, арт-проверщик, все такое. Где они сидят, я не знаю, они, наверное, там, где сидят, там и делают. Какие вопросы? Вопрос по поводу, слушаю, непонятен. Вторая часть относительно документов, которые получены. Относительно документов. Вот, по сути, я еще раз говорю, у вас на руках технический паспорт на ваше домовладение. Вот по силе приравнен к катастрофному паспорту. Значит, там не просто какая-то от себя пина. Там прописана общая цифра площади вашего земельного участка нормативная и указаны границы. Значит, в нашем техническом паспорте графическом предложении не дали. А, ну, как, вы же сказали, что вы получите флаг. А, это отдельный документ, который мы запросили. Нет, послушайте, это не отдельный документ. Это составная часть технического паспорта ВТИ до домовладения. Почему? Потому что, если я вам скажу, что вы владеете участком в 100 гектаров, да, а вы, если меня не спросите, где граница, ну, кто-то из нас болен, а кто-то очень хитрый. Может, это не быть границ, я могу объяснить. Нет, минуточку. Не бывает такого, чтобы был земельный участок в 100 гектаров. Почему так получается? Так, все. Значит, давайте, вопросы есть, выступления сейчас помогут. Нет, ну, ты, я же ему недоответил. Ну, вот потому что... Может быть, это ты ему ответил? А ты, Митя, этот технический паспорт является ли документом вообще? Это следующий вопрос. Ну, тут какие-то... Ну, тут какие-то... То есть, три минуты... Мне говорят, а нам инженер кадастровый ответил, что если это сделать, его лишь от лицезия. Я говорю, слушайте, а вы вот так вот его оставили с этим ответом, да, удовлетворились, что ли, да? Он же нам должен был сказать, что это невозможно, поскольку это запрещено каким-то законом или еще что-то прочее. А он, вот, этот подонок, вам сказал, а мне на вас насрать, я просто хочу занимать эту синякуру, там, рубить бабки, там, по 70 тысяч за какую-то бумажку и все прочее. И мне наплевать, что вы приходите совершенно с законной просьбой. В принципе, его можно было бы привлечь к ответственности, там, по закону о защите прав потребителей и так далее. Потому что он, когда объявляет себя лицензированным кадастровым инженером, он делает публичную оферку. Это точно так же, когда вы идете, видите надпись в магазин, заходите, вам говорят, а мы не хотим вам ничего продавать. Это явное нарушение закона. Но, вы же должны просто понимать, значение этого документа. Они не правомышлены завоистка. Теперь я хочу сказать следующее. Вот она узнализнула бы, не дали мне задать пару вопросов. Вопрос, вот, вопрос, вот, хорошо, пожалуйста. Так, я узнаю. Три минуты регламента. Три минуты, да? Да, конечно. Вот в фейсбуке как раз Макарова Марина, это я. Значит, скажите, вот, наверное, ко всем обращениям. Давайте тихо. Если то, чем пользуется наш ГБУ-жилищник для того, чтобы, допустим, высаживать деревья, вот эти планы, является ли, вот они ее берут, ту, которую ничего не дают, и засуды, если я так понимаю, автоматизированная система управления объединенных диспетчерских служб. Вот, значит, оттуда идет вот такой вот в цветном виде то, что лежат до них в паспортах домов, если я это выгружу и распечатаю. Вот точно такой же, как у них. Нет, послушайте, вы должны заказать в Бюро технической литературы заверенную архивную кодку со штампиком, синим, такого-то числа. По моему дому 73-го года построите, я вчера только выгрузила, то есть я имею возможность это вытащить. Ну, вытащили, вытащила. Вытащила, значит, вот это является 73-го года, уже сейчас перестроили. Да, да. То есть если я это выгружаю для своих домов в районе, я могу с этими... Нет, вы гружите, вы просто получили представление о своих аутентичных границах, но вам, ваши представления, это, знаете, какие-то испарения в вашей голове там, да? Вот, вам же нужен документ официально оформленный. Это должна быть копия тех паспорта, полученной в архиве под штампик. Без штампика, да, это все. То есть то, что я выгружаю... Вот, это то же самое, говорю, что все жилые кварталы размежеваны без всяких перерывов. Без штампика, это выгрузка? Да, ну, а послушайте, это для вас, документ ваш во внутреннем пользе, вам нужен официальный документ. Все, я поняла, ну, то есть... Вот послушайте, я просто, вот она убежала, я ей пару вопросов хотел задать, потому что я понял так, что вы тоже все слушали. В одну уху влетает, в другую вылетает, и вы даже не понимаете, что она тут буровила и просто не ориентирует. Значит, смотрите, когда она вот рассказывала такие милые вещи, что она по 8-м, раз участвовала в качестве там какого-то модератора или миротворца в споре между двумя домами о том, как передвинуть границу. Был такой раздорог, а это вот все записано, да, вот. А потом говорит, да, вот все-таки наконец решили, что граница будет каким-то образом передвинуть, а при этом она говорит, ну, вы понимаете, что при этом не шла речь ни об уменьшении, ни об увеличении площади семейного участка. Ну, она... Ну, послушайте, вы понимаете, что она сказала? Как только вы передвигаете смежную границу между двумя домами, это означает, что у одного дома отняли, а у другого дома прибавили. Да, вот здесь отняли, а там прибавили. Да, да. То есть она вообще не понимает, что она лепит. Не, ну, без нее нет. Дальше по поводу максимума. Владимир, вы меня извините, но вы лепите ровно столько же сколько... Все, все, все. Хорошо, мы вас сейчас выслушим. Я прошу, я прошу, я прошу, я прошу, я прошу. Ну, так вот она не убежала, я хотел ей прямо при вас задать вопрос. Дальше по поводу максимума. Я, я отвечаю, я действительно удержал Владимиру, сказал, что нужно... По поводу максимума, откуда эта байка пошла? Сто раз уже все написалось, потому что вот меня раздражает, что приходится одни и те же вещи перепевать. Ну, что такое прочее. Значит, смотрите, какая штука это. Это было еще в одиннадцатом году, когда там, по-моему, появился новый руководитель департамента земельных ресурсов тогда еще, а потом городского имущества Ефимов, да? Он приходит на грулый стол и, значит, начинает петь такие песни. Он говорит, вы знаете, мы с этого момента, как вот я появился, решили повернуться, лицом к жителям города Москвы и давать им землю по максимуму. Начинаю я ему задавать вопросы. Меня Бочаров, который там возглавлял комитет по земельным делам, чуть с ментом не выкинул. А в чем там дело? Какой там нахрен максимум? А все дело очень просто. Значит, они там, когда межуют, на основании методичек, разработанных на базе МГСН-99, я вам говорил, что там нормативы введены в виде вилки, минимальные и максимальные. Вот. Но эта верхняя максимальная вилка меньше на 30-40%, чем то, что было тогда-то. Они говорят, слушайте, то есть начинаю переводить вам на русский язык, что он там говорил. И вот она вот как попугай попка. Говорит, ой, а нам же сказали, берите землю по максимуму. Мы такие хорошие, вот от имени властей, да. И она это просто вот, простодушный кандид в юбке, она это принимает и хавает. Значит, что они сказали? Владимир, Владимир, да, вот. Владимир, прошу прощения, без оскорблений. Пока. Нет, без оскорблений. Пока никаких оскорблений не было. Да, все, давайте. Чисто литературные образы. Тогда я договорю. Все, три минуты. Проходите, пожалуйста. Мы договорились. Все, я пошел. Моя задача выполнена. Все. Нет, вы не поняли. Послушайте, что-нибудь. Потому что сейчас, как бы, ну, надо уважать. Мы вас все уважали. Мы попаплодировали вас. Дмитрий Иванович, послушайте, я вот, знаете, у меня были разговоры с людьми, я хотел написать письмо с критикой Батфакрыс, когда есть видеозаписи, потому что это не голословно. Когда вы говорите, да, но вот вы знаете, вот если вот уж так получилось, что где-то там в квартале что-то там понастроили, да, так вот неживание все-таки нужно проводить, чтобы всем не обидно было, чтобы всем поделить поровно. Но, послушайте, после этого осталось только умыть руки. У меня к вам большая просьба. Давайте мы будем уважать. Послушайте, но просто из уважения к вам, к вашим заслугам, мы только в другой области. Вот из уважения к вам, что мы должны были... Потому что еще люди к вам подойдут после мероприятия. Спасибо большое. Мы пришли на диспут между вами и ткать. Плохо, что ткать ушла. Ну, это больше, да. Понимаете, что... Все, хорошо. Все, давайте мы выслушаем уважаемого... Я вот сейчас сказал по поводу вот этого передвижения границ, которое не предусматривает ни уменьшения, ни увеличения. Я что-то сказал такое, что не вписывается в нормальную логику. Я ей несколько раз говорил, что я не понимаю, что она говорит. Но я уверен, что она и сама не понимала, что она говорит. Ну, во-первых, два маленьких замечания. Вот по поводу Рублевского шоссе. Вы говорите, что вам дали техпаспорт. Вам не дали техпаспорт. Потому что без плана это не техпаспорт. Это все равно, что вот мой гражданский паспорт с вырванной первой страницей. И вот кто-нибудь примет с документом? Вот, к сожалению, вас надули. Ну, я тоже самое ему сказал, что они ничего не добились. И второе. И второе. Как бы вот Владимир на меня сейчас бочку не катил. Почему-то сейчас первый раз, раньше он для этого не говорил. Но мы еще разберемся. Конечно. Вот. Я поддерживаю практически все, что он до этого сказал. То есть, в отличие от Лениной позиции. Вот. Я просто хотел добавить некоторые вещи. Вот. Фактически вопрос, один из вопросов сегодня был из основных. Такой. Где незаконно действует московская власть, насколько она действует незаконно. Так вот, вопрос этот надо формулировать чуть-чуть не так, как он обычно формулируется. Мы привыкли, что ну вот есть законодательные поли. Вот здесь вот нарушения. Вот здесь нарушения. Здесь нарушения. А в основном, ну так. Ну, более или менее. Так вот, московская проблема, московской земли, она принципиально иная. Здесь нарушения, как бы сказать, многослойные. То есть, вот нарушается некое фундаментальное правило, я сейчас перечислил. На основе этого нарушения, вроде бы, возникло, условно говоря, только не кидайте меня сразу чем-нибудь, возникло как бы новое законодательное поле. Оно незаконное, но московская власть вот приняла так, навязывает нам такие правила игры. Но дальше она нарушает и эти правила игры. Второй слой, третий слой и так далее. Таких слоев, ну, наверное, шесть. При внимательном рассмотрении. К сожалению, это вот мы когда-то студентами в колхозе навозные, это самое, скотный двор чистили, вот там он тоже слоями. Так вот, первое. Самый мудрый всех москвичей, это, конечно, Лужков. Он еще в начале девяностых распорядился упрятать как можно дальше все вот эти земельные документы БТИ. Это было гениальнейшее решение, ну, естественно, с точки зрения Мадаба Турина потом. Во всем. Фактически Лужкова, конечно. Второе. По закону, как уже было сказано, мы должны получить землю, огрубляя, конечно, в рамках тех межеваний, тех землеотводов, на основе тех документов, которые были при застройке домов. Поскольку мы не имеем первичных документов, ни первичных, ни правоустанавливающих, ни правоподтверждающих, уже, значит, это становится нереальным. И сколько бы мы ни требовали. Вот одно из достижений последних лет, что муниципальные собрания научились требовать эти первичные документы. Требуют научились, слава богу, но получается не научились. Иногда в виде речайшего исключения ценой разбитых лубов, так сказать, от бетонной стенки. Третье. Было уже упоминался закон, что если, это введение в градостроительный кодекс федеральный, значит, если квартал поделен на участки, то дальше никакие межевания не нужны. Я своими словами, естественно, измогляю. Это игнорируется. Дальше. Очень хорошее, важное постановление совместного пленума Верховного суда и Высшего арбитражного суда, в котором сказано, что распоряжаться, даже если, я подчеркиваю, если московская власть, вот она сама считает, что никакого межевания не было, что земля государственная, я говорю, тут слой на слой громоздится. Если она вот такое незаконное абсолютно мнение как бы руководящим считает, все равно она не имеет права распоряжаться нашими земельными участками без согласия общего собрания собственников. А перемеживание, межевание, в любом случае распоряжение нашими земельными участками. Опускаем слово нашими. Земельными участками, которые могут или должны, или что-то вот такое быть нашими. Которые правильно наши, Дмитрий Иванович. Правильно вы сказали? Ну, по идее, они наши, конечно, по закону. Ну, и привязываться к словам. Давайте я еще раз повторяю, что московская власть считает иначе, и даже в рамках этой своей незаконной концепции, она же ее и нарушает. Потому что даже в рамках этой концепции, она обязана согласовывать это с общими собраниями собственников. Дальше. Ну, вот она худо-бедно там что-то нарисовала. Незаконно подчеркиваю. Оказывается, что треть примерно. Возьмите любой проект межевания до того, как его, так сказать, начали ругать, слава богу, муниципальные собрания, или там активисты, или кто-то. Возьмите любой проект и посчитайте, сколько там земли, так называемых участков, так называемого общего пользования. И вы получите удивительное совпадение. Везде 33,3 процента. Проверьте, вот ради интереса. Может быть, где-то я не прав. Ну, как правило, скажем так. То есть, дана указивка. И она выполняется гораздо лучше, чем всякие законы. С этим можно действительно бороться. Вот я был участвовал в местных публичных слушниках, когда жители были хорошо подготовлены, слава богу. Это все было опрокинуто. Фактически эти требования были учтены, но никто из нас не знает, это вот наша, конечно, недоработка очень большая, дальнейшей судьбы этих тех вот проектов, там, решений и так далее, и так далее. Что же в итоге? Но мы все знаем точно совершенно, что практически ни один дом в Москве, ну, ничтожный процент, как вот уже говорилось, я не случайно задаваю цепление этому вопросу, значит, во-первых, все-таки остаются участки общего пользования, незаконные, подчеркиваю, за исключением внутренней районного сквера, вот он законен, да. Вот. И, во-вторых, ничтожнейший процент домов действительно получает землю, ну, по полной, так сказать, с кадастром, учетом, паспортом и так далее. То есть даже все эти межевания, вся вот эта круговерец, она тоже, ну, как бы сказать, для сотрясения воздуха, для галочки, там, как хотите. Вот. Дальше. Все-таки эти публичные слушания. Ну, мы с вами согласились, что они не принимают решения, и это правильно, я считаю. Бывает, когда люди настаивают, там, вот депутаты, публичные слушания должны принимать решения. Но, простите, тогда публичные слушания должно проводиться по правилам референдума. Кто участвует избирательно, ну, там, комиссия референдума, формулированные вопросы и так далее, и так далее, подсчет голосов с наблюдением, тогда да. Там законен это референдум, незаконен это другой вопрос. Но, если мы хотим, чтобы публичные слушания принимали решения, то они превращаются в референдум. Должны превращаться в референдум. Этого, естественно, быть не может, референдум это другой жанр совсем. Вот. Ну, и что мы имеем в итоге? Земля в московских кварталах, по данным правительства Москвы, ну, просто я беру среднюю стоимость, кадастровую среднюю стоимость этой земли, она, в общем, довольно близка, так, большими допусками, но близка, как бы, порядка реальной стоимости. Вот. И умножаем на площадь этих кварталов. И у меня получается 28 триллионов рублей. То есть, прав Владимир, что это афера, ну, несравнимая ни с чем там, с или с теми играми, несравнимая. Вот. Из этих 28 триллионов, ну, как бы сказать, на треть власть не претендует. Это и на четверть, примерно, это то, что под домами. Ну, плюс там один метр от домов. На треть она не может претендовать по той причине, что это детские сады, грубо треть, конечно. Детские сады, школы там, поликлиники, общие внутриквартальные проезды не к одному дому, а ко многим домам. Тут она не претендует и претендовать не может, и никто на это не претендует. Но вот оставшаяся треть, примерно, или немножко больше, вот на это она претендует железно. Она действительно пошла на уступки, когда от минимального, так называемого, участка, который вот метр от фундамента, перешла к максимальному фундаменту, к максимальному участку. А что такое максимальный, вот только что кто-то уже говорил. Когда она хорошо себя осалила, опять же, я согласен с Владимиром, и спортивные, и там автостоянки, и прочее, прочее. Теперь самое главное, что делать? Вот до этого мы, к сожалению, еще не дошли. Вот мы здесь сидим, все хорошие люди, заинтересованные, уже кое-что знающие, общими усилиями. Но мы абсолютно не структурированные, у нас никто, у нас может кто-то кликнуть клич, прокуроректы, очень полезная инициатива. Но на эту полезную инициативу откликнутся полтора человека, потому что остальных нет. То есть они заняты очень важными делами. Без юмора важными. Поэтому мы ничего не можем сделать. А что нам по зарез нужно? И уже есть наработки, и есть заначки. Нам нужна элементарная пошаговая инструкция, о которой вот вы говорили. Что делать, разрепленное в таком варианте, в таком варианте. И вот я считаю, это наша ближайшая задача, как мы структурируемся, я пока не знаю. Хорошо бы нам все-таки какую-то общность, так сказать, сорганизовать, которую, конечно, сразу назовут иностранным, как так называется, агентом. А чем вам не нравится право на землю наше? Давайте под нашим... Право на землю, у нас же право на землю на раз, давайте вместе объединимся. И еще один момент, сейчас многие со мной не согласятся, я уверен, но обязательно надо привлечь к этому политические партии. Почему именно это и надо делать? Почему я говорю любые, которые согласятся заниматься этим делом, но в очень широких рамках той концепции, которая сегодня прозвучала. Единая Россия заеду не согласиться, а то, может, не опасаться. Почему я против Единая Россия? Я представитель Единая Россия. Ну, придет, так как он мог. Так что, придет, так как он мог. Вы не представители, вы члены Единая Россия. Ну, члены, дорогие, звероточные проблемы. Ваши полномочия партии не... Согласен, только лидер. Так, а вот нужно, чтобы полномочия этих участников со стороны партии были, естественно, партиями утверждены, потому что партия это все-таки ресурс определенный, это организованная структура, и это выборы, как-никак. Мы с вами практически не можем выделить кандидата, мы соберем ему подписи, но мы знаем, что с этим подписью потом будет. Проходят подписи только тех кандидатов, которые угодно, очень избирательные комиссии. Они очень избирательные. Так вот, привлечь политические партии от коммунистов, которые довольно давно этим занимаются, Яблоко довольно давно этим занимается, и большие вклады, если я хоть либерал, но я вклад коммунистов оценю очень высоко, Яблоко тоже. Вот, и последнее время, вот последнее, что я хочу сказать, партии РПР, Парнас и Прогресс, Навального, создали коалицию, которая тоже будет заниматься этим проблемой. Так что, в этом смысле фронт широкий, но его надо структурировать. Я буду говорить с одной стороны, так сказать, автоматом, да, покороче, но у меня слишком много здесь замечаний, так что, извиняюсь. Значит, первое, главное замечание. Немножко дебаты пошли не в ту сторону, потому что два основных вопроса, то ли не знали, то ли не были. Значит, начинаем с первого. Вообще, все до единого, так называемые, проекты нежеланий, это бумага, которая не стоит выеденного яйца. По одной простой причине. Они все созданы организациями, которые с 1 марта 2008 года вообще на территории Российской Федерации не имеют права заниматься этими делами. Законом запрещено, понимаете? Сейчас только физические лица и только кадастровые инженеры, специально обученные, да, имеющие аттестацию, могут это делать. Никакие, не мод, это не генплана, никакие, не мод водоканал, никто не имеет права это делать. Поэтому я неспроста Леночке показал, что главное не о том идет речь. Мы пытаемся в неправильном найти что-то для себя хорошее. Так, этого быть не может, потому что этого не может быть. Значит, сразу я говорю, как делать. Я это писал, я не знаю почему-то, нет ни откликов никаких, нет. Выход один. Четко и ясно. Тут уже надо прямо через суд. Поставят вопрос о том, что эти все документы недействительны, потому что по закону о государственном кадастре они не имели права этим заниматься. Четко. Пусть выкручиваются суды. Так. Это первый вопрос. Вопрос второй о публичных слушателе. Я неспроста, мне не дали, чтобы мне ответили, так? Я спросил, а для чего вообще эти публичные слушания-то? Деньги списали? Нет. Нет. Предатель. Эти публичные слушания являются совещательным органом для чего? Для того, чтобы учесть интересы людей работающих, людей живущих, просто проходящих через это. Учесть их интересы. Но решать за собственников эти люди не имеют права. А кто же и когда может это решить? Закон о кадастре четко написал, что кадастровый инженер при проведении этих работ обязан либо собрать собрание собственников, либо обойти их каждого. И получить, но не на проекте межевания. Вот это третий вопрос. Проект межевания, поймите, это черновик. Вот этого кадастрового инженера, который предварительно что-то написал, потом ходит, потом исправляет. Итоговым документом должен быть... Неживой план, который в России уже не одно столетие существует. И это записано в законе о кадастре, который они начисто проигнорировали. У меня есть межевые планы. Понимаете, в чем дело? Так вот, на обороте межевого плана, это записано в законе, не я придумал. Написано четко. На обороте межевого плана должен быть акт согласования границ, подписанных всеми собственниками. Почему на обороте? Потому что его нельзя было потом оттуда выдрать. Этого ничего нет. Извините, межевой план выдается, чтобы было понятно зрителям, кто? Это федеральный или московский? Значит, объясняю. Неживой план принимается и утверждается. Вот я за это вопрос. Кто с кем? Подождите. Я говорю специально... У меня вопрос такой. Вы говорите именно в соответствии с российским законодательством. Поэтому я говорю, что в итоге получается, что то, что происходит... Вот наша тема, наше мероприятие было, как победить незаконный передел в Москве. И вы говорите, что надо основываться на федеральные законы, которые гласят, что нужно сделать преживой план, где все собственники согласовали эти границы, они согласны на них, а не те люди, которые проходили мимо. Вот об этом идет речь. Я просто... Минуты. Вы сейчас... Минуты. Вы сейчас... Надо дать вопрос. Скажите, теперь, пожалуйста, у нас вот эти межевые планы кто утверждает? Там Дегрии, там Сабляния, я не знаю кто, да? Куснули. Черт. Я думаю, собственники. Кто должен утверждать? Ну, собственник, минуты. И только собственники. Вот эти собственники, которые согласовали, это опять-таки не моя выдумка. Все написано в закон. Это хоть на даче, хоть где-то равно согласно. Да? Утверждают собственники. Другое дело. Потом регистрируют, там, давайте уже... А если кадастровый инженер наворотил и приписал в межевом плане разом в полтора или в два больше, чем вам положено в плане, то ему выделено. Значит, остановитесь. Во-первых, кадастровый инженер не имеет права не убавить, не прибавить одного квадратного сантиметра, ибо этого не имеет права сделать даже президент российский... А что же согласовать в том, что имеет обязательный порядок? А обязательный... Это... Во-первых, не надо перебивать. Вас не перебивали, да? Но я отвечу, это последнее, я отвечу. Задача кадастрового инженера выявить все недостатки, вот эти выделения. У меня вот четыре дома, да? И у двух домов накладывается одна площадь на другую. Вот он должен выявить эти недостатки, подойти к собственникам и сказать, дорогие товарищи, как будем этот вопрос решать? Если собственники сказали, ну вот это туда, это туда, он принимает именно с собственниками. А если нет, тогда... Между собственниками. Между собственниками. А если нет наложения? Все, все закончилось. А если нет наложения? Я еще раз повторяю. Все варианты должны сейчас нам подконфицировать. Я еще раз повторяю. Давайте так, помолчите, я вам расскажу. Владимир, помолчите, я до вас даю, не волнуйся. Да, я тоже, я с нетерпением жду. Хорошо. Просто жду. Вот, да? Значит, вы поняли меня? Вот как должно быть. И вот о чем мы сегодня должны быть. Говорит. Потому что, как говорит Лена, я не могу ее принять ни в коем случае. Потому что речь идет о моих хороших взаимопрощениях с моим прелектом, с моим мэтиом, а другой злой его нет. Это быть не может. По каждому из полутора тысяч участков города Москвы мы не можем воевать. Правильно? Вы со мной согласитесь, что вы изумительный оратор, много знаете. Давайте мы проведем такую же встречу, в таком же формате. А сейчас дадим другим. Потому что, на самом деле, мы уже перебрали часа на полтора. Хорошо? Вы понимаете? И мы вам дадим. Нет, минуточку. Я сейчас, я обещал, я обещал, молодой, скажите, пожалуйста. Сколько вам еще нужно? Минуту. Минуту. Скажите, пожалуйста, вот когда вы проводили, так называемую, лекцию в Яблоке, значит, Татьяна сказала, что вы там самый первый, так сказать, первый открыватель. Ну, не знаю, я не настаиваю. Здесь Станислав тоже сказал. Но я не настаиваю. Там вы, там вы кивали головой и здесь. Вы в 2010 году об этом сказали. Но это личное... Нет, 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 минуточку, минуточку. Это очень важный вопрос. Очень важный. Молодых прекрасно умеет убеждать. Даже в тех вопросах, где он не прав. Это я знаю. Так вот. Я тут же послал Татьяне Овчаренко свои четыре статьи. Тема еще 2006 года. Но не я первый. Я думаю, что есть люди, которые ищут до меня. Поэтому не надо на себя брать то, чего мы не берем. Четыре. Я сам на себя беру то, что про меня говорят другие. Да, я прямо сам на себя беру. Ну, мы тебя побеждаем. Коварный. Все нормально. Манипулятор. Пойду. Нет, давайте мы проведем с вами отдельное мероприятие. Да ради бога, пожалуйста. Я... О, давайте мы сделаем в следующий раз. Молодые. Не будет интересно. Не будет интересно. Не надо меня толкать. Да вопрос я хочу задать. Ну, я прошу. Ну, пожалуйста. Анатолий Абрамович. Согласен? Если согласен, всех поговорим. Согласен, всех поговорим. Анатолий Абрамович. Да, да, я вот вопрос хочу задать. Очень простой. Про это интересно будет. А послушайте, вы, вас сейчас только что обдурили, и вы все это схавали просто за чистую монету. Вот это мой следующий вопрос. Так, хорошо. А вы ваши земельные участки, ваши домов, построенных там в 70-х, 70-х, в 90-х годах, они что, стояли на земельных участках, которые не были сформированы? Они что, стояли на земельных участках до сих пор, которые не были... Простите, а с кем вы спорили? Не имели межевого плана? А с кем он тоже самое главное? Нет, минуточку. Вы слушали, в ухо влетело, в другое вылетело. Он начал говорить о том, что вот с 2008 года этого делать никто не может, кроме кадастровых инженеров. И он сказал правильные вещи. А пускай он расскажет, а кто это делал до 2008 года? И где эти межевые планы? Слана-то он не приметил. Так, ну, до 2008 года, а точнее не до 2008 года, а был еще переходный период до 1 января 2013 года. Этими вопросами занимались институты, земельные, и там были землеустроители, которые это делали. Минуточку, я еще раз говорю. Но ситуация такая, вот здесь стал вопрос о том, что один документ был с этими географическими координатами, в основном это все делалось в метрах. Все технические паспорты, но в некоторых метрах сделали, и в этом у нас здоровье, сколько нам хуже. Господа, послушайте, послушайте, вы даже не поняли, что я вас спросил, а вы не поняли, что я вам сказал. Ты умный человек, мы тебе аплодируем, будь рад. Я тебя прошу. Нет, я последний раз в таких мероприятиях принимаю участие. Это не в коньяк корм. Понимаете, какая ступень? Нет, нет, нет. Сейчас, Владимир, наши дома стоят на кадастровых учетах, на кадастровых учетах, на кадастровых учетах в Росреестре, на кадастровой карте, они были поставлены и оценены и по кадастровой, и по инвентаризационной стоимости, вообще без нашего участия. Они обязаны были поставить домовладение на эти кадастровые учетов. Я согласен с вами. Вы сейчас к чему? У меня большая просьба. Просто у нас регламент, мы к чему? Я говорю к тому, что нас вообще не должен был волновать вопрос, об этих вот, значит, когда друг инженера, они обязаны поставить наше домовладение в земельном положении. И значит, как они это сделали, как они делали другие страны. Я другое еще хочу сказать. Вот смотрите, вы правы. И я просто другое хочу еще сказать, что наши дома стоят на земельных участках, которые были, ну вот, уже сто раз я кол тишу на голову, на простую вещь, казалось бы, но почему-то слушали и не понимаете, и начинали слушать вот эти вот вещи. Я еще раз вам говорю, еще земельные участки ваши все были отмежеваны. То есть была осуществлена привязка к границе. Все тем никто не говорит. Часть была отмежевана, большая часть нет. Не надо. Вы записали вот это слово. Уважаемые жители, мы закрываем наше мероприятие, и в следующий раз мы это все делаем. Пожалуйста, все. Вадимир, Вадимир, вы готовы на следующем мероприятии? Нет, ну... Нет, ну, понимаете... Начинать какие-то кадры в свою сторону. Нет, я просто... Поговорите, пускай рукой я готов. Готов, все, хорошо. Все, выключаем свет. Я хотела к вам подойти. Подойдите, пожалуйста. Хорошо, все. Вы извините, пожалуйста. Мы должны закрываться. А как товарищ с рублевки ушел? Значит... Вот, товарищ с рублевки. Значит, уважаемые, у меня объявление. Хорошо, Леонид. Если кому-то нужно помочь с первичными документами, вы можете ко мне обратиться. Я вам помогу. А как вас найти? Пожалуйста, я отдам все свои координаты. Дайте телефон или почту. Телефон по ним дам. Пожалуйста.